На прошедшей на прошлой неделе в Амстердаме конференции The NextWeb 2012 мы взяли короткое интервью у СТО Яндекса Ильи Сигаловича, впервые приехавшего на это мероприятие. Насколько приоритетным направлением для Яндекса сейчас является API? Вообще это очень хороший вопрос, в смысле, что мы сейчас пересматриваем как-то свое отношение к API и собираемся в ближайшее время заняться активным продвижением, для чего делаем, в том числе и английские версии API. Будем стараться те API к сервисам, которых у нас еще нет, тоже делать. Особенно это связано с тем, что у Google и у других провайдеров сейчас появились ограничения на API, появились ограничения чисто монетизационные, денежные. Будем пытаться как-то подкрепить своим плечом упавшую плечо друга. В частности, по переводу у нас планируется, по картам у нас планируется с большими лимитами, а может даже вообще без лимитов. То есть вот как будем работать в эту сторону. Ну и, конечно же, все, что относится к монетизации, эта сторона очень важна и ее надо развивать. Это касается, конечно же, аналитических API, то есть метрики. Это касается вебмастерских API, это касается рекламных API. Хорошо, вы будете делать то, от чего сейчас оказалось Google, то есть предоставлять бесплатные или более бесплатные API. Это тоже будет временное решение? Можно ли ожидать того, что потом будет то же самое, что сделал Google? Нет, у нас стратегическая задача быть лидером, в том числе через API, и поэтому мы не будем отдавать эту пальму. То есть если мы ее возьмем, то мы ее будем держать. То есть если как бы, ну понятно, что есть, как бы эти проблемы, они общие, то есть понятно, что бесплатный сыр, он только в каком-то смысле в мышеловке. То есть я не хочу себя как-то обидеть, мы должны понимать, что ресурсы, они ограничены. Но при этом, поскольку у нас здесь позиция скорее догоняющей стороны, по крайней мере, по многим API, то мы будем гораздо более агрессивны. API. Кто сейчас является географически целевой аудиторией ваших API для вас? Куда вы в основном двигаете? В Россию, в СНГ? Ну, значит, смотрите, совершенно точно мы не хотим отдавать те рынки, где у нас существенная доля, и там первое место, и второе место, и где мы представлены хорошим набором сервисов, таким богатым. Конечно же, это Украина, это Россия, это Беларусь, это Казахстан, и это теперь уже и Турция. Но, кроме того, у нас еще есть идея, вот пока мы ее, ну, я не знаю, могу ли ее анонсировать, но, в общем, мы планируем доделать и анонсировать такую программу выдачи западным стартапам, англоязычным, таким мировым международным стартапам, стартапам, у которых областью деятельности является, ну, такая международная такая вот, ну, что ли, план у них международный, принципиальный изначально, иностранный, английский, там, европейский. Мы хотим для них вот такой вот набор API-ов и совместимых API-ов, чтобы они, заходя в Россию, получали, там, не знаю, русский перевод от Яндекса, русские карты от Яндекса, там, ну, и так далее. Это будет платное условие или… Ну, опять же, вот в этом смысле мы должны быть более агрессивны, чем наш конкурент. То есть где-то бесплатные, где-то гораздо дешевле. То есть это будет такое пакетное предложение? Ну, мы, да, мы прорисуем, как бы, все цены и сделаем такой шаг существенный. Понятно. А что касается разработки, например, спланируете ли вы вообще открывать Центр Разработки вне России, допустим? Нет, ну… Что же это может сейчас есть в Украине? Ну, у нас в Украине есть Киев и Симферополь большой очень. Симферополь вообще интересный офис, практически вся верстка там сосредоточена, и туда люди съезжают. По-моему, всех разработчиков там загребли, говорят, я слышал такую историю. Вот, извините. Вот, но, значит, есть в Минске, у нас недавно открыт офис, совсем недавно, буквально там несколько месяцев назад. У нас совсем недавно открыт офис в Цюрихе, это январь, это маленький офис очень стильных ребят, которые, международная команда, там, ребята из России, из Израиля, из Франции, из Испании, из Швейцарии, которые нам делают интересные технологии, я не хочу про них рассказывать, в общем, крутые. Вот, ну, естественно, Палуальто, там несколько десятков человек работает, и мы расширились в прошлом году, сделали такой большой офис, ну, достаточно большой по площади. Что касается каких-то европейских стран, ну, у нас были планы вот по Праге, но пока притормозилось. Были планы по Берлину, там не получилось команду вот собрать. Ну, то есть, вот пока вот мы все время смотрим на это. Все время плавает Израиль, как вот вариант, все время. То есть, он вот, ну, просто там очень много хороших команд, и надо как-то решиться уже, наконец-то, стартовать. Во второй части интервью мы сосредоточились на вопросах, которые поднимались в ходе панельной дискуссии, участником которой был Сиголович. Речь шла о проблемах, с которыми могут столкнуться стартапы, работающие на развивающихся рынках, в частности, в Латинской Америке и в странах СНГ. Кроме того, мы уточнили подробности недавнего скандального материала в британской Guardian. Это ваша первая встреча на NextWeb. Как вам понравилось здесь так? Я думаю, что это отличная конференция, и много интересных стартапов, и отличный зритель в Европе. И не только в Европе, поэтому я думаю, что мы здесь. Вы присоединили в этом панели о промышленных рынках сегодня. Какая основная мессия, которую вы хотели бы привести к зрительству? Моя мессия, что я думаю, что я думаю, что Россия нужна больше. Россия и также больше, как украинские и другие страны, они нужны более интересные стартапы. Из Европы и Европы, потому что я думаю, что эти возможности очень хорошие. И не так, чтобы не быть опасными. И приходите и попробуйте. Почему вы думаете, что КСС-краинцы нужны более стартапы из-за того, что происходит? Какой вопрос с развивающимися стартапами в этом направлении? Нет, что происходит с развивающимися стартапами. Но я думаю, что мы получаем более высокий уровень интересных соревнований. И более сильная соревнований из интересных компаний, которые приходят в Россию. И я думаю, что это не так тяжело, чтобы переводить интерфейс, и не так тяжело, чтобы локализировать какие-то вещи, чтобы сделать это лучше для России. И также, это будет увеличить уровень развития в России, потому что это требует более высокого уровня. Но в России, и как я понял, в Бразилии, есть много компаний, которые просто делают копии успешных стартапов. И это очень важный вопрос, в твоем opinionе, для стартапов, чтобы вступить в российский рынок? Я думаю, что копии не является тем, что я не знаю, что копии или не копии. И вот здесь вопрос вопрос, что ваша стартапа, ваша служба, действительно нужна, действительно нужна, действительно нужна, действительно нужна для ваша зрения? И это вопрос, и на таргетинге, или на таргетинге, это тоже ключевые, не знаю, как быстро копии, а в Комбинаторе. В 1-меке, или 3-меке, или в 3-меке, или в 2-меке, или в 2-меке. Это не важно, что важно, что не копия, но какие-то смартные идеи. Но посмотрите, что эти люди нужны сейчас, и помогут им сейчас. Потому что в области, в котором российский интернет, существует уже уже, примерно, defined. Так что мы можем бы заметить,ее что мы видим, что мы видим, что мы видим, что кто-то, что мы видим, потому что мы используем этот perkінен. И мы можем улучшить такое, что мы видим. Это можно преодолевать цель. Мы можем сделать по-неланку , чтобы получить специализацию. Не можно взять продукцию и наблюдать их за время, как мы видим это плавание. Мы должны заинтересовать понимание, что мы действительно нужны, и мы должны вести это. Так что вы transmitите метод, что украинские стартапы не должны быть боязвлены в русском рынке? Может быть, у вас есть что-то, чтобы помочь им? Мы будем делать это в несколько месяцев. Мы будем предоставить программу, но это слишком early. Но я надеюсь, что мы помогаем украинские стартапы и украинские стартапы и украинские стартапы. И мы будем делать это в России. Теперь вопрос о комиссии. Я помню, что я видел твит от электрониста и Гардиан, что они сделали ошибки. Что ты вообще говорила и не говорила? Это была очень долгая комиссия с группой людей. В конце было такое, что было между другими людьми. И это был один из журналистов, который взял некоторые слова и слова, и выяснили, что я был против Google или что. Это немного другая. Я думаю, что Google, первое, это большая компания. И это очень важно для открытия интернет. Это очень важный статем. Это не звучит так. Хорошо. Еще одна история, что конкурсирование и диалог между Google и Facebook и Apple Это не моя компетенция. Я не буду делать это диалог. Я не буду говорить о том, что я не буду говорить. Это не просто моя компетенция. И третье, что я хочу сказать, что Яндекс самому всегда был для открытия и для создания других сертификатов. Если вы посмотрите на сертификты с помощью Яндекс, вы узнаете этот ссылка на Google. Мы никогда не уберем других сертификатов от наших пользователей, потому что мы всегда думали, что одна вещь не может сделать все. Яндекс не имеет синдром для интернета. Это просто хороший сертификат, но есть некоторые другие. Вы не можете найти что-то в Яндекс, но вы можете найти что-то в Википедии, где-то в другом. Я нужна в определенном случае, в определенном случае. И это как мы делаем себя. Я думаю, это очень хороший. Это очень хороший. Это очень хороший. Я думаю, что вы любите Google сделать то же самое, и дадите пользователям возможность и возможность получить сертификаты с другими сертификами? Я думаю, что это не моя компетенция советовать их о том, что они должны делать. Я просто экспрессирую свою аттитуду. Я не советую никому. Спасибо большое! Спасибо большое!